непонятно что происходит в общем я осваиваю технику ну как человек довольно таки ограниченный в умственных способностях у меня постоянно что-то не получается короче это я уже с телефона причем я попытался даже и планшет у меня уже вот сейчас попытался у меня навернулся компьютер и поскольку компьютер навернулся привет москве я решил планшет который есть подсоединить но касса версия в к лайф там стримы а коса она уже не обновляется черт знает сколько лет оказывается и не нашел планшете хотя друзья попытались порыться ничего не получилось в общем вот я не знаю как я буду успевать читать ваши вопросы потому что совсем мелко и быстро но если вдруг успею значит вам повезет или мне повезет или не повезет так что вот привет андрей о чем я сегодня хотел поговорить может быть немножко привет соседнем башкортостану немножко политики доклад amnesal international в общем наши срочно подняли кипиш совете безопасности андрей эдуардович здравствуйте у меня вчера вчера до было возраст христа прошел что значит до дмитрий киселев возраст христа это веселый возраст когда-то я думал что все жизнь закончилась на этом 33 прям скучно прям все позади как этот писал господи глаза по моему вот мне и стало за 30 самое время мечтать я прям сгрустнул даже наталья привет ситуации в крыму напишите пожалуйста а ситуации в крыму что по поводу вот этих взрывов каких-то ну под побомбили аэродром ничего там страшного в новом федоровке в по большому счету я кипиша не вижу то что народ ломанулся и украинцы сильно обрадовалась обрадовались этом но это естественно как мы конечно народ испугался кто знает на на пляже он сейчас эти бомбы будут падать или ну на что конечно отрицает может быть там у нас же это как бы хлопки только у нас и взрывов не бывает у нас хлопки ну наверное какая-то диверсия провели ну а какую как вы хотели у нас полноценная масштабная спецоперация идет поэтому удивляться не приходится вот я как раз с этого и начал что у нас взяли прямые россия и не суе и инициировала срочные собрать совбез по поводу того что происходит значит на территории украины что украинцы нарушают все законы и подвергают опасности но я не говорю войны у нас войны нет я не знаю чем там нарушают но вообще конечно это интересно я сразу вспомнил историю немножко но они они так поднимают вопрос по поводу бомбежек запорожья запорожская аэс что конечно как бы для меня под большим под большим вопросом и по большому счету мне не очень интересует кто реально там долбит по этой аэс специалисты говорят что ей нихрена не будет даже при прямых попаданиях даже там кон сверх точного оружия поэтому но это обычная спекуляция причем интересная эта спекуляция она интересна всем с обеих сторон она интересная и выгодна и украинцам потому что привлекает внимание смотрите бляди если вы сейчас не начнете нам оружие поставлять тут сейчас вот как бы разбомбят запорожскую аэс и все и всем кранты и вам придут кранты это даже хуже будет чем с чернобыль поэтому полноценная штабная спецоперация да поэтому они как бы и наши естественно заинтересованы хотя и совершенно непонятно для чего это совбест собирать потому что эти в ответ говорят ну хорошо давайте мы магаты туда отправляем как поставим своих специалистов не так не получится так не надо вы просто вот погрозите украинцам и объясните что они не действует неправильно а что такое действует неправильно я это прям вспомнил аж с наполеона когда наполеон ужасался когда денис давыдов там хреначил с партизан партизанщиной занимался также нельзя но мы же мы же честно воюем мы должны выйти на поле боя договориться оговорить все потом выйти и начать долбить друг друга а тут берут откуда-то налетают из лесов что-то хреначат вы представляете безобразие какое-то французы были дико возмущены и наши над этим ржали что тогда впервые вот партизанская война впервые были нарушены какие-то каноны войны а сейчас ты чё обижаться как бы у нас даже и войны то нет поэтому чё обижаться я понимаю конечно это всегда кстати привет ижморскому района я помню еще когда четырнадцатом пятнадцатом был на на донбассе самые вот эти движухи там как раз вот это я своими глазами видел как с обеих сторон использовались для при в качестве прикрытия школы медицинские учреждения в том числе даже там детские сады то есть меня вот на фотографиях можете зайти в контакт посмотреть о войне там танки эти стоят между прям плотненько вот дети в школу идут с портфельчиками а тут сожженные вот танки прям стоят прям между школами затесаны и когда мы там были в луганске еще в четырнадцатом году нас там как-то момент получился когда вы там луганск в окружении брали а нас там бросили на небольшое время и директор школы а мы там с гуманитарной миссией были про и помогали там проводить какие-то соревнованиями там лавочку привезли жимовую там по русскому жиму какие-то соревнования проводили и директор школы посадил нас чуть ли не до трех часов в кабинете там чаем с печеньками поил и рассказывал как он вот ну вот понимаете они притащили зенитку поставили ее прям на футбольном поле на детское на этом на территории школы и долго то и мы сидим и вот и понятно что туда сейчас прилетит и вот мы сидим попадут они в эту зенитку или нихрена или она по выстрелам то они примерно смотрят откуда летит и туда долгят а если они в них попадут значит конечно резонанс вы посмотрите они попали в школу они убили детей ни в чем не повинных то есть это с обеих сторон эта тактика использовалась всегда как использовалась так и до сих пор используется поэтому рассказывать о том что кто-то правильно ведет эту войну или неправильно или там в той же буче я сейчас не собираюсь анализировать кто убил этих людей по но я знаю точно что это были не не военный это было это были какие-то спецподразделения но с чьей-то стороны это война ребята это война а вот уже почему она началась вот задавайте себе эти вопросы поэтому кремли там удивляться крымчанам почему вдруг у них там что-то хлопнула на территории новофедоровки вот привет египту как там пирамиды стоят никто их не это не раскачивает а так конечно эти жалобы они очень комичные и интересно включил не смотрю же к это привет воронежу не смотрю новостные каналы случайно опять попал я смотрю с нашей стороны значит наши войска да а с них со стороны украинцев как только не называют кроме вооруженных сил украины они называются нацбатами то есть почему получается все вооруженные силы украины это нацбаты как они превратились в национале в нацистов или в националистов каким образом это мы им помогли если раньше у нас до до 24 февраля был 001 процент нациков то сейчас там 99 и 9 десятых нациков получается это слава ввп который все это добился он же боролся как бы за русский мир он его расхерачил он его сделал устроил этот русский мир что-то я хотел про вот тут тема была про огромное обсуждение очень длинная я кстати хорошо слышно то я без микрофона без ничего и теперь еще и планшет у меня тут торчит мы просто в планшете вопросы какие-то вот они кстати параллельно идут с украинским ручьев спрашивает почему с украины не получится уйти как из афганистана да по сути как бы почему не получится ну в те границы они вернутся всегда в каких они были там днр ланр и объявят там это победой если конечно они уйдут совсем то это будет крах скорее всего но не россии как вот принято все время говорить что все вот очень многие сейчас политологи говорят все это конец россии но особенно я имею ввиду те которые покинули покинули россию историю плохо учите ни хрена россии не будет ничего не будет ну уберут этих упырей будет какой-нибудь опять там очередной позор которых у нас принципе было много конечно в истории россии ну просто о них не принято будет там аустер лица ну просто про них не принято говорить на интересную тему хотел раз вопроса все равно нет просто честно говоря не знаю как обсудите сейчас пидараса удалю тоже только удаление а как вот заблокировать замечательный зато вот есть плюсы в таких трансляциях уродов можно всегда не терпеть привет севастополю вот пожалуйста сергей кислец спрашивайте у него что там как у них творится в крыму вот о чем у нас есть такой персонаж николай николаевич виткевич я к нему хорошо отношусь мы дружим много-много лет он когда-то стоял у истоков в пц организации сейчас он президент федерации армлифтинга по буквам не скажу там постоянно меняются эти буквы когда-то он бадюка стоял президентом сейчас по моему стал сам бадюк сам бадюк стал николай николаевич о чем о чем спор он мне вчера скинул давнишний у нас очень был спор о солженицыне и мы заговорили на эту тему и как бы я с ним пытался объяснить его позиция что солженицын был стукачом поэтому ему верить нельзя поэтому все что он написал и все что он говорил это ложь я пытался со своей точки зрения потому что я читал его все эти книги еще там самом начале семидесятых там когда будучи совсем мальчишкой в самые сдаты напечатанных я ему объяснял что ты понимаешь тогда были живы все кто читал и все читали в захлеб эту литературу и никто не говорил что это вранье что такого не было потому что они только там ну прошло там 15 лет как они с этих с гулага все с этих лагерей повозвращались то есть никому в голову не приходило тем более там случайно там в 60-х годах напечатали в журнале и на самом деле все это как бы читалось очень широкой публикой но это вызывало тогда шок в те времена но никому в голову не приходило что это вранье но потом как бы пропагандистская машина закрутилась в сторону потом его вышвырнули из страны он жил в америке и вот к этому вопросу мы опять вернулись с какой статьи с какой точки зрения он мне скидывает статью а он почему так рьяно к этому относится потому что у него отец где-то там в лагерях этих был и вот по каким-то документам сложеницын написал не не то что на него донос написал а где-то там подтвердил что они занимались там какой-то там антинародной деятельностью или что-то такое с этой точки зрения значит он стукач врач и враг и все прочее я ему пытался объяснить что это нквд и я не знаю чтобы ты написал и как бы ты срался под себя если бы ты сам попал в эту в эти жернова вот эти пыточные ну как бы человеку тяжело вообще очень что-то объяснить потому что он такой твердолобый тем более касается этого папы я буквально прям вот буквально позавчера столкнулся с точно с такой же ситуации на парень с которым я хожу баню который там десантник которым я хорошо относился оказывается поддерживает эту зиганутую спецоперацию почему он ее поддержит потому что у него друг поехал туда воевать и погиб ну я не знаю воевать там или спецоперацию проводить но он и он погиб это уже достаточно для того чтобы сейчас топить за то чтобы хохлов уничтожать логику понимаете вот я пытался я не стал дебатировать с николай николаевичем во первых это было по моему я не помню или совершенно секретно какая-то какая-то желтая газета абсолютная и там какой-то журналист пишет по документам каким-то и вот то что вот солженицын там писал на кого-то не доноса как они называют ну да наверно донос когда его арестовывают и заставляют что-то там подписать и там вот этот вот отец коля виткевич я ему объясняю ты понимаешь это просто касается твоего отца лично поэтому ты считаешь и бла-бла-бла и дальше все пошло я уже не говорю о том что этот журналист какой-то пучков там шульфами ли что он родился тогда когда солженицына уже депортировали вернее экстрадировали там но отправили короче в америку когда он уже покинул страну ну то есть молодой там совершенно мужик какой-то который это писал журналист я должен ему верить потому что он написал желтой газетенки что-то и он мне скидывает это как подтверждение того что вот я же тебе говорил правду вот солженицын стукач а то почему это происходит в голову никому не приходит почему это вот эта огромная репрессивная машина была на круче закручена и накручена и опять же поставьте попробуйте поставить себя на место человека который попал тогда стучали все на всех я не говорю что писали доносы на соседей а я говорю когда следователи нквд вызывали загоняли там иголки под ногти и ты подписывал все что хочешь просто но я не знаю таких людей которые выдерживают выдерживали этих эти эти пытки может быть там как зоя космедимьянская которая потом выяснилось что этом было нездорово или у нее там какой-то болевой порог отсутствовал и она могла позволить себе подбить мне на хрен все но я там не откажусь от советской власти ну вот это из той же самой серии понимаете и кстати за извините привет а или или перестала у нас отчетом не тут нет ни одна а есть вообще трансляции потому что ее нет у меня компьютера нет к сожалению я сказал что у меня навернулся а нет люди есть я вижу кстати можно даже посмотреть теперь вот что я вам хотел сказать по поводу и еще параллельно прямо не параллельно почему параллельно мне еще скинул один из один подписчик скинул интересные записи из концентрационные лагеря и я вот как бы наложил то есть какие там по пунктам как делают из людей в концентрационных лагерях как делали из людей биомассу как они издевались над ними как ломали все что только возможно живое там и неживое в нем и ребята что кто-то есть вообще тут нет вот я людей вижу что кто-то смотрит а никто ничего не пишет поэтому я не понимаю сначала вроде так активно добавлялись так вот по поводу по моему это не помню про бухенвальт мне подписчик один скинул как допустим один из пунктов как людей ломать и как заставлять их переставать думать и просто тупо исполнять я посмотрел клиент у нас страна так сейчас устроена но армия точно было так устроена то есть первую очередь ты должен там постоянно должен был обеспечен быть самой глупой работой самой ненужной там вот как в армии кто помнит там можно копать отсюда там траншею и до обеда или там камни переносить или или там другой пункт где должен из тебя нужно выбить все человеческое допустим там берется два еврея бросается в канаву зовет поляка и говорит закапывай живьем тот отказывается он его избивает он отказывается тогда он вытаскивает этих евреев кладет туда поляка и евреем говорит или вы закопаете или вас расстреляют они начинают его закапывать после этого когда остается там только голова он останавливает они его откапывают вытаскивают он их туда кладет и говорит а теперь ты закапывай и он закапывает и вот когда вот это все читаешь и понимаешь а для меня что нквд что там эсэс гестапо все это примерно на одной волне они даже обменивались там вот этой информации как выбивает там как пытать как содержать и все прочее то есть методы были она абсолютно одни и те же те же самые после этого у меня вообще никаких вопросов не возникает там солженицын мог там на кого-то настучать там показать на кого-то или ну вот в таком духе очень вот тяжело когда я не вижу обратной связи к сожалению почему-то мне опять никто не пишет и я не знаю продолжать или не продолжать чуть-чуть сбился и да еще и вопросы нет потом еще такой момент я вам хотел сказать обсудить хотел такой момент когда мы очень сильно возмущаемся поступках той или иной там армии ну вот допустим вот про это про этот концентрационный лагерь да я накладывал это же наши люди но не наши люди я имею ввиду это же просто люди исполняют это же не закапывал этих евреев там или того же поляка или все человеческое выбивало из людей гитлер лично это же делали люди и сейчас то что происходит я повторюсь там в буче там в ирпени там в виницу раздолбали это делают люди это делает не путин то есть я хочу сказать что этот путин или там этот гитлер он каждого в каждом из нас это каждый вот если вы вспомните наверняка у вас в жизни попадались такие ситуации когда там допустим ну я не знаю вот я допустим помню первый класс да и десятиклассник какой-то прям десятиклассник я запомнил на всю жизнь хотел заставить меня чтобы я встал на колени и вот он прям давал мне подзатыльники играл вставай на колени я отказался он мне плюнул в лицо я запомнил на всю жизнь это он кто он откуда он никакого отношения там ни к гитлеру ни к сталину не имел тогда это там были какие-то шестидесятые годы всегда есть люди с садистическими наклонностями может даже я бы сказал их огромное количество потому что я всю жизнь сталкивался и в школе и в армии очень много с дедовщиной и училище в институте в техникуме всегда были какие-то неуставные за взаимоотношения дедовщины какая-то была и всегда были такие суки вот такие сволочи которые получали удовольствие от того что они издеваются над людьми то есть это это над другими людьми то есть это сущность человеческая по сути да в нас животное это все в нас это все животное есть просто его надо развить как вот сейчас во время спецоперации все это развивается и разрешается разрешить и вы получите и бучу и ирпень там и все что угодно и с любой стороны в общем вот знаете ребят я все-таки не поскольку у меня а вот черт у меня тут все есть но она бы остановилась просто касты я могу теперь читать свободно у нас есть своим чередом у кого глобальная надуманные проблемы у кого работа дом семья и возможное море это из севастополя я почему же не мотал что у меня не показывал да мы все считаем себя разумными немного эмоциональными но по факту человек много разуменные крайне эмоционален хотите коротко привет из италии привет итальянцу андрею я бы не сказал что здесь сильно поменялись цены на топливо по сравнению с прошлым и позапрошлым годом абсолютно не знаю жду сестру вот из италии она не хочет ехать боится почему-то хотя мы традиционно встречаемся ну ладно все слушают оказывается выбор каждого привет жидры из жидры где это жидра это я не знаю буду писать капсула чтобы с планшетах было виднее даже не планшет айфон планшет и так не смог запустить там программа оказывается не обновляется сейчас связи с операцией российском спорту запретили выступать какое будущее теперь российского спорта да никакого нет никакого будущего ну и просто спорт то есть другой вопрос если допустим задать какое международное будущее у российского спорта тогда да а так ну какое при отсутствии вот сейчас екатерина у меня зайцева выступала международный турнир по силовому экстриму парное выступление замечательный формат но там только была россия белоруссия все это весь наш международный спорт другого у нас пока не предвидится другого пока не будет так что и не то что даже пока я даже боюсь предположить насколько пока потому что перспективе я думаю что все неприятности у нас вот эта вся изоляция она только будет ухудшаться и ухудшаться другой вопрос что постоянно все думают что вот сейчас все вот сейчас россии кранты вот это как бы всегда конечно меня умиляет нашего человека не сломить тяжести ими они скупают садовые участки усиленно сейчас на грядке все рванули они привыкли рассчитывать сами на себя на государство уже давно никто не рассчитывает поэтому печально все вот как-то даже хоть хоть и хочется на что-то хорошее сказать что вот да все пройдет вот мой же главный лозунг да но это не моет там вот лозунг там еврейский все пройдет и да да все пройдет но я боюсь что это все пройдет прямо вместе с нами прямо вместе с нами все это и закончится мне почему-то так кажется потому что вы знаете у меня сын он один из младших он ему 23 года он пошел первые шаги прямом смысле стал делать в день инаугурации президента путина это было двадцать шестого марта двухтысячного года он делал первые шаги сейчас первые шаги делает его . а это сука так и сидит поэтому я не представляю и потом еще знаете самое печальное что после того как он человечество после того как он сдохнет я извиняюсь за грубость я думаю что будет еще хуже потому что начнется безвремени начнется бардак дележка и мне так кажется что придут еще большие отморозки потом все конечно это устаканится но опять же на какое-то короткое время посмотрите историю мы никогда спокойно не жили и милитаризованная страна которая с детства детей приучает о том что к тому что кругом враги что нужно обороняться что у нас все хотят все забрать ну они же говорили там у нас только два союзника армия и флот вот друзей у нас все меньше и меньше вернее их уже нет их уже не осталось остались только какие-то ущербные прям совсем поэтому какой уж тут спорт тут бы не до жира как-то вот так дмитрий фен финсоветник человечество ничто иное как сверх хищники мы являемся самой агрессивной формой жизни в этом солнечной системе отсюда не исключены акты насилия понимаешь как бы это то так но и и и и из этих из этих форм вернее из человеков мы еще и самые мерзкие среди человеков понимаешь есть же как то какие то более спокойные более спокойные нации которые живут существуют не за счет того чтобы обязательно кого-то убить и сожрать даже если в этом нет необходимости мы в этом плане прям еще и впереди планеты всей хреначем от этого еще грустнее но это данность тут ничего не сделаешь люди с этим родились они родились под песни прощание славянки сразу их стали одевать и сначала в церковь потащат в тазик с водой окунут а потом покрестят а потом параллельно зомбировая мозги религии безмозглой еще и военную форму их одевают и заставляют по парадам ходить маршировать и кому-то всему миру грозить и для нас это норма абсолютно абсолютно нормально к этому относимся и попробую еще посильнее на наши скрепы не трожь просто не трожь это очень грустно ну вот ребят у меня нет вопросов у меня не о чем сегодня поговорить тем более я говорю у меня как обычно экстрем у меня постоянно экстрем но зато вот есть свой плюс правда ютюба нет я уж потом может выставлю видео хотя она вряд ли сохраняется не сохраняется но зато вконтакте вот оживление какое-то кто-то что-то трансляции присоединяются но молчат тогда наверное давайте закончим я отстрелялся галочку поставил что я здесь впереди пока никаких резких планов нет спортивных у нас нет ничего а у у кати зайцевой будут будет турнир звездные войны она все-таки решила поехать туда в раменское 27 по 28 августа наверное выступит что случилось вашим автомобиль каком разнообразие на общественном транспорте а ты знаешь для прикола я как бы я на правда понравилось я редко но вот примерно на трамвае на маршрутке как-то у меня я поймался на мысли что я очень некомфортно себя чувствую там как-то и тесно а в трамвайчике ты сидишь людей разглядываешь в окошечко смотришь она не несется так он медленно постукивает у меня прям такая ностальгия мне очень понравилось я прокатился особенно если хорошая погода я когда-то в свое время конечно насиделся на этих холодных сиденьях будучи еще там до 30 лет молодым сильным человеком когда ездил на завод но сейчас я прям получил удовольствие мне очень понравилось Екатерина Сазонова не хочу чтобы сын в армию пошел что можно сделать ну там есть же разные какие-то способы я думаю что они общеизвестны если честно я уже говорил я своему младшему сказал младший который перед ним третий у меня в армии отслужил а вот сейчас который последний четвертый я ему сказал если это не закончится то ты в армию не пойдешь ну способ я найду наверное способов много и что-то мне подсказывает что наверное а ему осталось полтора года я думаю что за эти полтора года ни хрена ничего не поменяется как бы кому не хотелось как по вашим будет ли объявлено лариса бушова спрашивает ой кто у нас китайский знает переведите чё парень пишет будет ли объявлена очередная вспышка к вида это будет зависеть от ситуации в стране если вдруг она будет накаляться то конечно добавят как нефиг делать я же изначально вам говорил в самом самом начале еще два года назад что это очередной еще до того как вот как только-только первую самоизоляцию объявили я сказал что это будет рычаг давление его будут использовать как радио так добавят 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 статистику сейчас они добавят что ковид опять начал косить народ и все и по новой но это будет зависеть от они мониторят понимаете как стадо себя ведет если стадо будет спокойно ну и ради бога потихонечку дохните никому хуже от этого не будет как здоровье павел хорошо здоровье замечательно не жалуюсь перевод с китайского в китае никогда не видели длинной бороды ты знаешь наталья тоже подумал скорее всего об этом что он сейчас чуть про бороду спросит у меня ну да наверное наверное люди шарахаются конечно я сегодня одну бабку матом обложил причем рядом никого не было просто сижу в сквере с женой она подходит какой-то гадость мне говорит типа что-то типа побрейся будешь на мужика похож я до сего честно до сих пор жалею что я не подошел пинка под жопу едал пожилая женщина с внучкой шла просто я говорю ты ссох нарываешься на грубость то сволочь не пьяная нормально хочу отмазать но сейчас все сложно да я думаю сложно было всегда у меня старший сын даже много лет зарабатывал на этом что-то он там помогал военнике делать зато теперь он потом он отмазался от армии ну вернее параллельно он отмазался от армии и сам использовал потом в качестве бизнеса вот эту какую-то лазейку зато теперь он топит за войну очень логично я считаю вот у нас депутаты посетили нас привет Вячеслав кстати вот о депутатах у меня вчера по моему на странице вчера позавчера дебаты шли у меня мой очень хороший товарищ Вадим Кахута кто спортом занимается знает очень сильный жимовик депутатам в старом осколе пытается баллотироваться от справедливой России и вот какие-то ну и я просто написал что вот еще одного хорошего спортсмена мы потеряли но имея ввиду говнюков типа Карелина там и Валоева или там и ежи с ними и Вадим написал что типа я не давал повод я говорю Вадим ты действительно не давал повод и он действительно очень хороший человек и прям порядочный такой настоящий мужик прям я говорю ну тебя сожрут тебя или сожрут или через колено переломат нет и вот его сторонники давай меня убеждать что кто-то должен там это лучше чем сидеть в стороне и все такое ну кто еще в наше время верит в честные выборы и в то что депутат честный депутат что-то сможет добиться кроме как быть как сказать ну какой то я не знаю вот Вячеслав тут не вовремя подошел к нам я теперь буду я теперь буду фильтровать то что хочу я бы конечно пожуще всего выразился но справедливая Россия для меня это единая Россия они абсолютно это имитация какая-то причем это даже не имитация оппозиции ладно там ЛДПРские мальчики что-то там имитировали хотя бы справедливая Россия она прогосударственная всегда была и все антинародные законы которые когда-то у нас принимались все абсолютно все поддерживала справедливая Россия поэтому как человек может туда попасть и вот мне кто-то там пишет что вот ну один правда написал что что будет с ложкой меда когда она попадет в ложку в бочку с дегтя я написал что это уже гидравлика закон о жидкостях из физики ваше мнение по аргинин имеет место быть для тренеров аргинин знаешь имеет место быть все что угодно привет от строгановых добрым соседям хоть и бывшим спасибо самое главное имеет место быть все во что вы верите это вообще самое главное истекнеев честный депутат и Катя ничего против Вячеслава не имеет честное слово просто при депутате говорить о депутатах тем более из единой России очень тяжело а по поводу аргинина я постоянно настаиваю на том что не столько все что вы принимаете какое то имеет медицинское значение сколько действие на плацебо это самое одно из самых важных я считаю привет что там Кахута Кахута у нас в депутаты подался от справедливой России и мне Вадима жалко потому что он такой он он где то похож в этом плане на меня он не сдержанный в эмоциях не сдержанный на язык такое лбом пробивает стены ну я думаю как собрание это наверное не то место где ему позволят рога ему спилят если конечно он будет бодаться так что вот ну я повторюсь вопросов у меня нет поэтому все что я хотел вот я рассказал я хотел про Николая Николаевича и Солженицына еще больше но как то так скомкал скомкал как обычно потому что не мог понять кто то меня я в трансляции или нет навеянно справедливой России существует ли вообще справедливость но у каждого она своя вообще наверное есть спасибо Евгений Катюха замуж не собирается надо с Екатериной спросить у нее вроде я пока не слышал хотя всякое может быть да за Вадимом какой-то серый кардинал самоучка я пообщался якобы с ним скажу я вам это совершенно не его общение он сильный жимовик но банально ну хрен его знает я про Вадима пока ничего плохого говорить не буду ни за что кроме того что он вступил во что он вступил а уже жизнь покажет хотя практика конечно мне подсказывает у меня был опыт общения по этому поводу с Денисом Цыпленковым но он мне по человеку я точно так же его протроллил и он мне просто в частной беседе сказал ну это нужно было он уже так на то время было лет восемь наверное депутатом какого-то там подмосковного там городка тоже от Единой России но он сказал ну нам нужно было по-другому у нас там никак не получалось поэтому ну может у каждого там все равно человек рыба где глубже человек где лучше поэтому тем более как их осуждать в нашей стране спортсменов а если они и бывшие то им что делать вон я повторю не устаю повторять ну вспоминать вернее Вову Кравцова ну вот посмотрите сидит он в своем Саратове фитнес инструктор никак кто-то вот допустим как Слава Максюта из того же Саратова и он гораздо поменьше я считаю был звезда ну вот он пошел в том числе и в политику и как-то он на плаву остается и он очень хорошо держится каждый выбирает по себе ну все давайте в очередной раз я опять прощаюсь с вами ребята все давайте спасибо что уделили время я все-таки нашел способ провести трансляцию ну в следующий раз наверное если опять косяка не будет у меня тут понос золотуха вот сейчас компьютер сломался планшет не смог подсоединить но зато вот я нашел оказывается так довольно удобно читать все всем пока до следующего воскресенья если все будет нормально то и просто не смог подпишись